Здравствуйте! Бог жив среди нас. Неважно, какой ты человек. Очень важно, чтобы этот человек соединился с Богом сердцем. Если же мы с сердцем не соединимся с Ним, то от Бога не будет никакой пользы. Даже если у меня есть хороший сотовый телефон. Если я не знаю номер моей жены, я не смогу ей дозвониться. Телефон нужен тогда, когда мы можем связаться с кем-то. Подобно этому наша духовная жизнь. Мы ходим в церковь, молимся, прилагаем усилия. Но если мы с сердцем не соединяемся, от этого нет пользы. Брат, который сегодня дирижировал, Знаете, с ним случилась очень известная история. Этот брат ездил волонтером в Африку, в Либерию. Однажды мне позвонили. Мне позвонил представитель наш в Либерии. И говорит, пастор, это Либерия. Знаете, Юанна. Юанна ужалил, ужалил. Я говорю, успокойся, расскажи, что случилось. Да, пастор, хорошо. Юанна ужалил скорпион, он умирает. Врачи говорят, что он сможет прожить максимум два часа. Я был сильно испуган. Я спросил, могу ли я поговорить с Юаном по телефону? Да, конечно, пастор. Юан, возьми телефон, это пастор Пак. Я спросил, Юан, ты слышишь меня? Он говорит, да, пастор. Молодой человек, Юан, поехал в Либерию, и он спал ночью. Он открыл окно, поставил сетку от комаров, и начал спать там. Но во время сна, Иваннага вышла за этой сеткой. И скорпион ужалил эту ногу. Ой-ой-ой! Он проснулся от боли. Что же это было? Но вокруг не было никого. Подумали, что это же было? Настало утро. Когда настало утро, он сказал, знаете, вчера вечером кто-то меня ужалил. Кто-то сказал, может, это скорпион? Да какой скорпион, о чем ты говоришь? И они проводили время. Но ближе к обеду, он пошел в уборную. И не дойдя до уборной, он упал без сознания. К нему подбежали ребята. Вы, конечно, простите. Кални Маша вышли из него. И он умирал. Эй, Иванн, прийди в себя! В слезах быстро его помыли. И отвезли в больницу. Но врачей, сложив руки, говорит, забирайте. Он умрет. Пожалуйста, помогите! Его ушалил скорпион. Даже если бы вы сразу приехали, не факт, что он выживет. Почему мы только сейчас приехали? Яд распространился по всему телу. Уже босна! Ну помогите! Нет, мы не можем. Поехали в другую больницу. Там тоже было отказано. Они умоляли, положив его в постель, поставили капельницу и ушли. Он перестал дышать. Врачи сделали массаж сердца. Два часа они трудились. И он начал дышать. И он пришел в себя. У него было давление 30. А температура 17 градусов. Можно сказать, живой труп. И мне сообщили об этом. Я сказал, я хочу поговорить с Юаном. Я спросил, Юан, ты слышишь меня? Он отвечает, да, пастор. Тебя ужалил скорпион. Говорят, ты умираешь. Но, Юан, послушай меня. Сегодня утром я читал Библию. Я читал Исайю 40 главу 31 стих. Слово Библии. Все из 66 книг Библии являются Словом Бога. И Бог ни в коем случае не обманывает. Знаешь, что написано в книге Исайя 40 главе 31 стихе? А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бог ни в коем случае не обманывает. Юан, надейся на Господа. Взгляни на Бога. Тогда Бог даст тебе новую силу. Тебе нужна новая сила, которая победит яд Скорпиона. Бог обещал, что он будет обновлять силу. Он никогда не обманывает. Он говорит, Юан умирал. Не было никакой надеждой. Когда он уезжал из Далласа, отец обнял крепко сына и попрощался с ним. И Юан перед смертью вспомнил это. И он подумал, «Я хочу снова оказаться в объятиях отца перед смертью. Но что мне делать? Я же умру». Он впал в отчаяние. Но я сказал, «Бог никогда не обманывает. Чтобы победить яд Скорпиона, тебе нужна новая сила. Надейся на Бога». Писание говорит, «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, он смог победить яд Скорпиона». Эти слова попали его в сердце. Он сказал, «Господи, я надеюсь на тебя. Я смотрю на тебя. Помоги!» И он уснул. В больнице была медсестра. Дежурная медсестра проснулась ночью и подумала, «О, настаивает утро. Наверное, этот молодой человек уже умер. Поэтому пойду убирать за ним». Она пришла в палату. Но произошло чудо. Его давление, которое падало, поднимается. Она была в изумлении. «Врач, врач, подойдите сюда, посмотрите!» «Что такое? Что случилось-то?» «Посмотрите!» Она пришла. Врач тоже был удивлен. «Миссестра, что ты сделала? Как такое может быть? Как это произошло?» «Я не знаю». Знаете, на следующий день Йоанн проснулся и говорит, «Ой, как я хорошо спал!» Йоанн проснулся. «Все хорошо с тобой, Йоанн!» «Да, а что?» Его нога, в которой ужалил Скорпион, начала гнить. Но через два месяца полностью выздоровела. И он смог вернуться в США. И этот брат сегодня дирижировал гимны. Каждый раз, когда я вижу его, это удивительно. Господь Бог, что вчера, что сегодня, во веки тот же. Этот микрофон работает через электричество. Если не будет электричества, этот микрофон перестанет работать. Но если соединится с электричеством, микрофон будет работать. Это удивительно. Подобно этому, Господь Бог жив. Если наши сердца соединятся с Господом Бога, подобно, когда мы соединяемся с электричеством, электричество входит. Когда мы соединяемся с Богом, сила Господа действует в вас. Тогда, независимо от какой проблемой вы встретились, проблема не останется проблемой. И Библия очень подробно описывает это. Особенно в 6 главе Евангелия Тюана. Иисус Христос поднялся на гору и передавал Слово. Там собралось 5000 человек. Иисус должен был накормить их. Он сказал Филиппу, «Где нам взять хлебов, чтобы накормить всех их?» Подумайте. Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе. Большой город. Если сказать вам, «Я вам на деньги, принесите хлеб на 5000 человек». Сможете сразу привезти? Вы сможете сразу привезти? Принесите хлеб на 5000 человек. Это невозможно. А тем более в поле. Где можно найти столько хлебов? Это невозможно. Тогда на что мы должны взирать? «Господь, Ты действуй!» Мы предлагаем усилия, но когда у нас не получается, когда у нас не хватает мудрости, когда нам тяжело, когда у нас не получается, мы должны протянуть руку и взять руку Иисуса, взирать на Иисуса. Тогда с того момента начинает действовать Иисус. Что удивительно. Иисус спросил у Филиппа. Филипп был учеником Иисуса, который следовал за Иисусом. Но он никогда не пытался трудиться через силу Иисуса. Иисус же хотел, чтобы Филипп верил в Иисуса. И хотел, чтобы он работал вместе с Иисусом. И он спросил у Филиппа, «Где нам взять хлебов, чтобы накормить всех ких?» Они же не находились в Лос-Анджелесе. Где находились? На поле. Где там можно купить хлебов на пять тысяч человек? Иисус искренне желал, чтобы Филипп сказал, «Ты должен действовать, Господь». Он хотел, чтобы проблему Филипп соединился с Господом. Но что сказал Филипп? «Даже на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому досталось понемногу». Это разве возможно? Это теория, но разве теория, можно накормить кого-то? Это невозможно. И подобных бывает очень часто. Если это невозможно, если бы у нас не было бы страданий, если бы не было бы тяжести, если бы не было бы повода для отчаяния, мы можем жить и без Иисуса. Но каждый день встречаем подобные ситуации. Приходят печаль, приходят трудности, порой приходит к нам смерть, приходит болезнь. И всю эту проблему мы должны соединиться с живым Богом. Филипп должен был накормить 5000 человек, но там не было Бога. У него не было Иисуса. У него была человеческая мудрость только. И говорят, «Даже 200 динариев не хватит». Когда можно еще где купить хлебов на 200 динариев? Пришел Андрей. И говорит, «Здесь есть мальчик, у которого 5 хлебов и ячменных 2 рыбки». Но что это для такого множества? Иисус, ты действуй. Я ничего не смогу сделать. Андрей был соединен с Иисусом. Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он соединял ее с Иисусом. Решил многие проблемы, соединив Иисусом. Так он смог преодолевать их. Было удивительное деяние. Однажды, когда я служил в городе Кимчон, мы арендовали одно помещение в Кимчоне. В Корее есть правило депозита при аренде зданий. Это ты, когда платишь 80% от стоимости дома или квартиры хозяину. А хозяин дает пользоваться дома. Когда ты съезжаешь с дома, он возвращает тебе депозит и возвращаешь ты дом. Есть вот такая, так скажем, система аренды. Получается, ты даешь деньги 8% от стоимости дома. И мы нуждались в доме, и так мы заплатили депозит. Но из-за того, что у паструк-супак не было верой, по-моему, Бог хотел научить меня вере. Хозяин дома играл в азартные игры. У него появились долги. Он заложил дом. Банк взял деньги в кредит и убежал. Хозяин убежал, поэтому не могли получить обратный депозит. Пришли сотрудники банка и попросили освободить дом. Мне было очень тяжело. Не было совсем денег. Когда подобные события произошли, я поднялся на чердак и молился перед Богом. Конечно, важно получить деньги, но также важно получить дом. И мне было очень тяжело. Невозможно было найти где-то деньги, чтобы арендовать дом. Однажды утром я выходил из дома, чтобы поехать в город Тегу на семинар. Начальник банка приехал ко мне. Он со мной поздоровался. Я сказал, «Вы простите, но я еще не готов ответить вам. Мне нужно ехать на семинар». Он говорит, «Езжайте». Я пошел. А он идет за мной. Я купил билет на автобус. Он тоже купил билет. Я сел в автобус. Он тоже сел. И он начинает говорить. До того момента я не говорил, что я верю в Иисуса. Но Бог мне дал такое сердце. «Кто может решить эту проблему?» «Господь». «А ты рассказывал про меня?» «Нет». Я сказал. Начальник банка выпховажал, «Сопросите, я должен освободить дом? Но у меня нет денег». Поэтому я обратился к моему хозяину. Но хозяин пока не дает ответа. Он спрашивает, «У вас есть хозяин?» Он так обрадовался. Я говорю, «Да, есть». «А где он?» «В Царстве Небесном». «Это Иисус». Он сказал, «А, я вас понял». «Я буду ждать». «Молитесь». «А, я буду ждать». И он сошел с автобуса. Я был очень занят. Я не мог решить этот вопрос. Но однажды я молился. Бог дал такое сердце. «А ты выйди и поищи здание». Я вышел в город. Смотрю, есть двухэтажное здание. И очень хорошее здание. Я спросил, «Сколько оно стоит?» «Нужно было заплатить 200 долларов». Но не было даже копейки. Я вернулся домой. Прошло тоже некоторое время. Может быть, прошло полгода. Много дел, и нужно решить вопрос дома как можно скорее. Я молился. А Бог как будто спрашивает, «Как тебе прошлый дом?» «Мне он понравился». «Это хороший дом. Очень удобный». Наверное, его уже сдали. Я пришел к тому дому, а там написано, что сдается. Я зашел, а там только дети. Я сказал, что я приду вечером. Я пришел вечером и встретился с хозяином. Я сказал хозяину. Рассказал ситуацию, в которой я оказался, что я человек Божий. Я приехал передавать слово в этот город. Но житель этого города причинял мне вред. Я заплатил депозит 200 долларов. однако он убежал, а дом сдал банку. Мне некуда сейчас пойти. я молился перед Богом. И Бог мне дал сердце, что даст этот дом мне. Однако у меня нет денег. Зато я буду благодарен, если вы дадите мне этот дом. Сумасшедшие слова. Наверное, ему было смешно. Даже вы смеетесь. Да, действительно, это смешные слова. Хозяин ничего мне не сказал на это. Он закрыл глаза, а я ждал его. По-моему, пять минут сидел с закрытыми глазами. Затем он открыл глаза и сказал. Он говорит, я пресс-фиктор церкви, которая находится на улице Чидя. Человек Божий говорит, что будет использовать это здание. Бог мне дал такое хорошее место, как я могу ему отказать? Используйте. Используйте. Я много раз видел, как действует Бог. В этот момент, в этот момент, его дочка, которая училась в школе, ей сейчас уже 70, потому что это было 50 лет тому назад. Недавно мы встречались. Помню, в тот день она играла на фортепиано. И я был так впечатлен. Я был очень благодарен Богу. Когда я собрался уходить, хозяин спросил у меня. Вы хотите прийти пустыми руками? Может, тогда вам будет неудобно? И спросил, сколько вы можете приготовить денег? Я сам не заметил, как сказал 80 долларов. Он говорит, достаточно. Этого хватит. Я думал, зачем я это сказал? Где мне взять 80 долларов? Я обратился к начальнику банка и рассказал о том, что переезжаю. Он говорит, ой, мистер Пак, мне так неудобно. Я потом хочу стать депутатом. Он вытащил деньги из сейфа и посчитал их и дал мне. Мне было так интересно, сколько там денег? И я вышел из банка и посчитал. Там было 10 долларов. Я был так благодарен. Господь, 10 долларов. В то время это были большие деньги. Я пришел домой и пришла одна женщина. Это была знакомая женщина. Мы хотели у нее приобрести дом, но из-за того, что были несоглашения, мы разорвали контракт. И в качестве залога я давал ей 50 долларов. И она сказала, что вернет денег, но я не смог их получить обратно. В днем в том доме никого не было. Однажды я пришел в тот дом вечером и я встретился с хозяйкой. Она говорит, забирайте шкаф или забирайте посуду. Я подумал, если я возьму у нее деньги, не смогу дожить до своей жизни спокойно. И поэтому совсем забыл про эти деньги. Но в тот день она принесла 40 долларов, завернув в конверт. И говорит, пастор, у меня много долгов. Вот чужие деньги, может быть, как-то я не знаю, что сделать, но вам надо вернуть. Я сказал, спасибо. Я собрал так 50 долларов. У меня был друг. Он позвонил мне и говорит, я слышал, что у вас трудности. Я занимаюсь бизнесом, у меня нет много денег, но есть 20 долларов свободных. Используй их. Если возможность будет, возврати. А если нет, то ладно. И он мне принес 20 долларов. Я собрал 70 долларов. Братья, с которым мы работали вместе, у нас было 8 человек. Я сказал им, давайте соберем деньги. До последней монеты мы собрали. И собрали 8 долларов 6 центов. И как-то не помню, но собрали до 80 долларов. И мы передали хозяину. И я пошел передавать слово. Помню, в день переезда я пошел передавать слово целый день. где-то 5 часов вечера я выходил из одного дома. И вижу, идет дождь. И мне сказали, ой, пастор, у нас нет зонтика. Может, подождете, когда перекрытится дождь? Я сказал, все хорошо. Мне хочется идти сегодня. Ведь Иисуса не было ни дома, ни комнаты. Я спрятал вовнутрь Библию и начал идти под дождем. И в моем сердце я размышлял об Иисусе. Иисус целый день передавал слово, потому что не было дома. И он поднимался ночью на горы и ложился спать. Когда шли дожди? Иисус, где ты укрывался от дождя? Иисус, у тебя не было ни комнаты, ни дома. А кто я такой, что даешь такой хороший дом? Я помню, я со слезами шел домой. Знаете, у меня нет никакой силы. Но в 62-м году, в октябре, я получил уверенность, что получил спасение. Крест Иисуса Христа. И я до этого не имел ничего общего. Не было никакой связи. И крест Иисуса ничего мне не давал. Но однажды я соединился с крестом. Он же ведь умер на кресте за меня. Он очистил мои грехи. Крест находится что, раньше, что сейчас одинаково? Раньше Христ был, но я оставался грешником. Но в 62-м году, в тот день, мое сердце соединилось с крестом Иисуса. И с того дня этот крест спас меня. В нашей жизни есть многие проблемы. И эти проблемы, когда мы соединяем с Иисусом, и видим, как честь Иисуса они решаются. но очень часто мы сдаемся, не поручив ему. Я могу всю ночь рассказывать, как он действовал. У нас здесь брат Ким Чуан. Он заболел раком. Его положили в больницу. Однажды мне позвонили. Мне говорят, пастор, это из церкви Тюнджу? Брат Ким заболел раком. И уже прошел год, как он лечится. И врачи недавно сказали, что ему осталось максимум два дня. Это ведь наш брат, мне было так больно за него. И как раз в то время один брат наш был в городе Тюнджу. Я сказал ему, поехали в больницу и пообщайся с ним. Он встретился, пообщался. И потом перезвонил, говорит пастор, нет шансов, что он выживет. Следующий день это было воскресенье. После дневного собрания я хотел провести собрание в городе Гуангджу. А до города Гуангджу надо ехать через город Тюнджу. И поэтому я с моей супругой выехали пораньше. Я сказал моей жене, дорогая, давай выйдем на час раньше. Я хочу посетить больницу и посмотреть, как живет брат Ким Чунг Манг. И мы выехали и приехали в больницу Чунгбук. Когда я открыл дверь палаты, знаете, в палате была тень смерти. Брат еще живой. Но он лежал, что даже непонятно было, он жив или уже умер. Его мама сидела рядом и плакала. А супруга взглянула на меня, потом снова отпустила голову. Я подошел, он посмотрел и отвернул кулецо. И знаете, атмосфера смерти начала проникать даже в мое сердце. но я размышлял. Если в это время сюда же шел бы не пастор супак, если бы сюда зашел Иисус Христос, что бы тогда произошло? Разве он бы прошел мимо? Разве Иисус сказал, ладно, пока, до свидания, и ушел бы? Ни в коем случае такого бы не было. Он бы точно спас его. Если придет Иисус, точно он выживет. Этого достаточно. И я подумал, ведь во мне есть Иисус. У меня появилась вера, что Иисус будет действовать. Брат из-за рака умирает, и говорят, что он проживет максимум два дня. Неизвестно, может, завтра даже умрет. и нет никакого способа, чтобы спаси его. И врачи не могут помочь, и семья не может помочь. Но я соединил эту проблему с Иисусом. Я сказал, громко, брат Ким Чугуан, открой глаза, взгляни на меня. Да, пастор. Брат Ким Чугуан, ты сейчас умирайшица болезни рак. Но послушай меня. Сегодня я читал Библию. Есть с нами Бог. Болезнь рак это не проблема. Дорогие, есть у меня банковском счете лежат много денег, а моему сыну тяжело. Это же никак не повлияет на моего сына. Поэтому мне нужно перевести мои деньги на счет моему сыну. Тогда сын мой сможет использовать их. Верно? То же самое. У Иисуса много силы. А у нас ведь нет силы. При встрече с маленькой проблемой мы даже мучаемся. Однако когда я сердцем соединяюсь с Иисусом, когда у нас одно сердце, сила Иисуса становится моими силами. Я сказал брату Хим Чуан, послушай внимательно меня. Если твое сердце соединится с Иисусом, эта болезнь не проблема. Послушай внимательно. Я читал четыре книги Евангелия. Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Я читал все четыре книги Евангелия. И в этих книгах ни разу не было, чтобы Иисус, увидев больного, чтобы он прошел мимо. Кого бы он не встретил? Когда он встретил больного, он не говорил, «Я тебя не буду лечить, я занят, я тебя не люблю, ты же меня не слушаешь, уходи от меня». Иисус ни разу так не говорил. Верно? Важно следующее. Библия говорит нам, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь. Если у нас такой Иисус, видя, как брат Ким Чуан умирает, разве Иисус пройдет мимо? У меня появилась вера, что он спасет его. Я сказал, Чуан, послушай меня. Я смотрел Библию, а Иисус никогда не проходил мимо больных. Когда сегодня я пришел сюда, я подумал, что не я пришел, а Иисус если бы пришел, увидев, что ты умираешь, видя, как твоя мать плачет, видя, как твоя супруга плачет, разве он пройдет мимо? Разве он скажет, я занят? Ни в коем случае. Он обязательно спасет тебя. Тогда будь един сердцем с Иисусом. если у тебя будет одно сердце, ты сможешь победить болезнь. Сердце Иисуса желает тебя исцелить. У него есть сила, что поможет тебе. Он будет действовать. Не говори, что ты умираешь. Да, я умираю, но хотя я не вижу, но Иисус здесь. И Он желает исцелить меня. Он может исцелить меня, веруя в это. Тогда у тебя будет одно сердце с Иисусом. И это не будет твоей болезнью. Это станет делом Иисуса. Ничего не станет проблемой. Ты понимаешь это? Да, пастор. Я сказал, давай я помолюсь. Я помолился. Я сказал, все, выздоравливай. Все, я ухожу. Я попрощался. Прошло может быть неделя, я завтракал. Вдруг мне зазвенел телефон. И говорит, пастор, это Ким Чунг Уан. У него в голосе уже чувствуется сила. Ты уже не умер? Да, я конечно не умер, пастор. Вчера я сдавал анализы, и врачи говорят, что нигде в моем организме нет клеток рака. Я выписываюсь. И еще через две недели он приехал к нам в воскресенье на собрание и свидетельствовал, что он умирал из-за болезни рак, но смог выжить. Он свидетельствовал об этом. Дорогие слушатели, знаете, что важно? когда едет головной поезд, то вагоны, которые едут за ним, те вагоны, которые соединены с головным поездом, даже если нет двигателя, они будут ехать, а те вагоны, которые отделены, не будут двигаться. Если ваше сердце соединится с Иисусом, сила Иисуса, мудрость Иисуса, любовь Иисуса, будут засиять свет. Аминь. Аминь. Вы станете удивительными людьми. Мы не веткие люди. Этот брат свидетельствовал перед церковью. Мы все плакали. Подобных свидетельств могу рассказать всю ночь. Когда я сказал, что я приеду в США, сестра Ким Юн Ок сказала, вы приезжаете в этот раз в Вашингтон. Она переехала из Кензаса в Вашингтон и говорит, что ждет меня. Эта сестра умирала тоже из-за болезни рак. она просто поверила моим словам, но полностью выздоровела. Вы не представляете, насколько она здорова. Знаете, она работала в школе учительницей. Она работала в школе. В этот раз я общался с нею. Она говорит, что ее муж участвовал в Корейской войне. И они как женились, имя двух детей, и сейчас муж ничем не занимается. Я сказал, пускай поступает в наш интернет теологическую школу, и пускай изучает слово, и затем пускай передает Евангелие. И знаете, так радуется, когда наше сердце соединяется с сердцем Иисуса, прощения грехов. когда соединяется со мною, когда я соединяюсь с крестом Иисуса, ведь на кресте Иисус очистил мои грехи, но сегодня многие верующие называют себя грешником. Почему? Потому что они соединяются с крестом Иисуса, у них остается только грех. Но если есть крест, мы же очищаемся. После того, как я получил спасение, я соединился с Богом. И с чем бы я не занимался, я благодарен был, что Он помогает мне во всем. Мы в Далласе вчера проводили семинар. Многие пасторы и люди приходили на наш семинар. И они были все тронуты. Знаете, что важно? Знать в теории и соединится с сердцем. Это разные вещи. И когда мы сердцем соединяемся с Богом, это состояние мы называем верой. Мудрость Иисуса. Когда мы соединяемся с сердцем, мудрость Иисуса станет вашей мудростью. Сила Иисуса. Если вы соединитесь с Ним, станут ваши силой. Святость Иисуса. Если вы будете с Ним единым сердцем, оно станет вашей святостью и праведность Иисуса. Если вы соединитесь, оно станет вашим. Филипп должен был накормить пять тысяч человек. И ведь нет никакого способа. Иисус спросил, где нам взять хлебов, чтобы накормить всех пять тысяч человек? Филипп должен был сказать, Иисус, ты должен действовать. Зачем нам искать хлеба? Ты должен действовать. У нас нет пути. Ты должен делать. Такой ответ Иисус желал услышать от Филиппа. Понимаете? Филипп сказал, именно 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы до каждого досталось хотя бы понемногу. Но какая-то разница. Нет денег? А во-вторых, даже если бы были бы дикой, невозможно найти столько хлеба. Это просто теория. Но что же сказал Андрей? Здесь есть у одного мальчика пять хлебов в ячменах и две рыбки. Но что это для такого множества? Господь, ты действуй! Андрей, знает, что пяти хлебами и двумя рыбками невозможно накормить. Но поскольку есть Иисус, Иисус может действовать, поэтому Он говорит эти слова. Иисус начинает действовать. Я очень многое не умею. Но все проблемы. Я соединяюсь с Иисусом. У меня было много греха. В 51-м году умерла моя мама. Через месяц забрали брата в армию. Отец помогал вспомогательным войскам. Старшей сестры было 15, младшей 13. Мне было 8, а младшим было 4. Мы очень много голодали. Когда мне стало 10, когда мне стало 15, в то время у меня только был большой живот, потому что я ел все, что попадало. Ел все, что можно. Я был очень слабым. И был слабым. И моя жизнь была очень страшной. Когда мне исполнилось 15, мы ходили воровать пшено, воровали груши, воровали картошку, воровали яблоко. Я говорил, Господь я грешник. У меня много греха. Я много воровал. Я точно попаду в ад. Я не мог соединиться с крестом. Например, у меня есть часы. Но если эти часы находятся дома, я не знаю, сколько сейчас времени. Я не могу использовать часы, которые дома. Верно? Но я взял их с тобою. О, сейчас уже под 9 часов. Я могу знать время. Иисус умер ради вас. Но если вы не соединитесь с Ним, хотя Он умер на кресте за нас, мы останемся грешниками. И многие люди ведут подобную духовную жизнь. Если мы соединимся с Иисусом, Он умер на кресте за мои грехи. Он получил наказание вместо меня. Мои грехи омыты. Вот такая вера формируется в нас. Казалось бы, маленькая разница. Но хотя ходя в церковь, люди, которые не соединены с Иисусом, умирают. Им тяжело. Не знают, что произойдет. Знаете, Иисус не может действовать у них. Неважно, кем вы являетесь. Если вы соединитесь с сердцем Иисуса, сила Иисуса будет вашей силой. Праведность Иисуса будет вашей праведностью. Мудрость Иисуса станет вашей мудростью. Любовь Иисуса станет вашей любовью. Разве не так? Допустим, если отделиться палец от тела, там не будет крови. Нерв не может реагировать. Но когда палец соединят с рукой, мы чувствуем боль, течет кровь, и нерв реагирует. Подобно этому, человек, который отделен от сердца Иисуса, какую бы проблему вы не встретил, Иисус не может действовать у него. Но если мы становимся едины с Иисусом, все ваши трудности будут решаться Иисусом. В прошлом году? Марте. Мы готовились провести форум служителей СЛФ в США. Но однажды я увидел новость, что может корейцев не принять США из-за коронавируса. Поскольку мы планировали провести конференцию СЛФ, на 20 дней до начала конференции я приехал в США. В то время мы с пасторами изучали Библию. Во второй неделе я был в Атланте, и в Вашингтоне, и в Филадельфии. Я посетил три городов. Встретился с многими лидерами христианства США. Приехал однажды один пастор ко мне. Мы хотели остановиться в Филадельфии на ночь однажды. Но губернатор Нью-Йорка сказал, что в Нью-Йорке не могут собраться более 200 человек разом. А мы планировали собрать 3000 человек. Мы не могли разделить их на 15 групп и проводить отдельные мероприятия. Поэтому я вернулся в Корею. И потом нужно было провести пасхальное собрание. Обычно мы арендовали большой стадион, но нам сказали, что нельзя проводить мероприятия. Поэтому мы были вынуждены проводить мероприятия в режиме онлайн. Когда мы проводили мероприятия в онлайн, мы начали транслировать. Я молился, передавал слово и переводили на 6 языков слов. Русский язык, китайский, английский, корейский, французский и испанский. Переводили на 6 языках. Люди были в изумлении. На протяжении всех собраний участвовало 2 миллиона человек. Обычно, когда мы проводим мероприятия, собираются 20-30 тысяч человек. Мы были удивлены. И в мае мы проводили это мероприятие. Мы не могли в это поверить. 276 телерадиостанций транслировали мое слово. Мы посчитали охват зрителей и 1 миллиард человек. Я не мог в это поверить, но это была правда. Осенью того года мы проводили семинар. И уже 655 телерадиостанций транслировали проповеди семинара. Они транслировали мои проповеди. Одно телевидение. Остановили трансляцию проповедей. Тогда зрители начали подавать жалобы. Сказали, почему вы остановили трансляцию? Это правда. Я не мог в это поверить. Как подобное может быть? Постарав всех церквей, на прошлой неделе мы собрали пасторов англезачных стран Африки и проводили семинар. Многие телерадиостанции транслировали это слово. Только в США 47 телерадиостанций транслируют мои проповеди. Я никогда не разговаривал с директорами этих инстанций. Я передавал слово на канале Ситьен. В этот раз на телеканале Эннас. Я давал интервью. Многие люди читают мои книги. А что еще удивительно, среди христианских лидеров по всему миру 700 тысяч человек слушают слово и хотят работать с нами. Я не хороший проповедник. Я говорю то же самое, что я говорю вам. Есть одинаковая проблема. Есть, допустим, красивая девушка. Ты ее любишь. Она красивая. Если мы женимся, она будет твоей женой. Если не женитесь, она будет чужая для тебя. Вы женаты. Если женились, значит, любили. Если остались, значит, все. Так же Иисус. Если в вашем сердце вы соединитесь с Иисусом, нужно верить в слово Иисуса. А, Иисус исследует мою болезнь. Знаете, я много раз свидетельствую. Иисус умер на кресте. Значит, мои грехи омыты. Почему? Потому что Библия говорит, что мои грехи омыты. Человек, который соединяется со словом Библии, он скажет, я не грешник. А тот, который не соединен, он скажет, я обманывал Бог, прости меня, я грешник. Если ваше сердце соединится с сердцем Иисуса, в 1962 году, я очень много воровал, обманывал, и я был грешником. Но когда я читал Библию, Бог говорит, что не воспоминет мои грехов. Говорит, что мои грехи омыты. Что я праведник. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Если Он говорит, что я омыт, значит, я омыт. Если Бог говорит, что не воспоминет, значит, не воспоминет мои грехи омыты. Я праведник. Иисус действовал в моей жизни. Это было изумительно. Сегодня многие люди знают теорию Иисуса, говорят, что они верят в Иисуса. Но если они остаются грешниками, какая связь между мной и Христом Иисуса? Какая связь между мной и Иисусом? Иисус, который не смог избавить меня от греха? Когда мы верим в Иисуса, который смог очистить наши грехи, мы будем едины с Иисусом. С того момента происходили удивительные перемены. В прошлый раз я в Далласе передавал слово. Многие люди собрались и они все изумлялись словом. Хотя большинство из них ходят в церковь, но называют себя грешником. Многие пастора сейчас помогают нам и открывают двери. Почему? Потому что видят, что Бог трудится. Дорогие слушатели, независимо, хорошо вы делаете или плохо, сколько ваших проблем вы соединяетесь с Богом. Если вы грешник, если Иисус умер на крысе за наш грех, Он умер за ваш грех. Поэтому, если мы остаемся грешниками, тогда Его смерть не имеет ни связи с нами. Он умер за ваш грех и сказал, что вы оправданы. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Божией и искуплением во Христе Иисусе. Бог говорит, что мы оправданы. Он говорит, что мы оправданы. Если Он говорит, что я оправдан, если я принимаю Его Слово, я буду оправдан. Однажды я был на собрании служителей в Домиканской Республике. Я передавал Слово и сказал, что я правда. Они все удивились. Они сказали, у нас есть вопрос, пожалуйста, можно задать вам вопрос? Они спросили, разве вы не грешите? Разве вы не обманываете? Разве вы не воровали? Я сказал, я много раз воровал. Я каждый день обманывал. Но тогда вы грешник, какой из вас там праведник? Я сказал, вы правы. Я обманывал, я много воровал, я много согрешил. Но Бог судья. Бог говорит, что я оправдан. Есть еще важные слова. Послушайте. Паста рассказали, где об этом написано в Библии? Я засмеялся. Я сказал, вы не читаете Библию. Есть такое слово. Откройте. Обязательно найдете. Я могу поставить на это на мою жизнь. Есть или нет, скажите? Они не знают, где это слово в Библии. Я прочитал послание к Кремлянам, 3 глава, 23 стих, потому что здесь согрешили личной славой Божией. Здесь написано, что мы грешники. Верно? Здесь написано, что мы грешники. Мы согрешили. Мы грешники. Верно? Но посмотрите, 24 стих. Получая оправдание дара, по благодати его, дарам, ничего мы не сделали, по благодати, мы получили оправдание и искупление во Христе Иисусе. Если Бог говорит, что я правда, значит я оправдан. Пасторы удивились. Они говорят, правда? Потом, вааа, и прибежали ко мне на сцену. Я думал, что они будут меня бить, но они начали обнимать меня, называли меня отцом, просили сфотографироваться, попросили подпись поставить, и слово остановилось. В то день многие пастора получили прощение грехов. Сегодня многие люди продолжают называть себя грешником, поставив крест. Здесь нет креста. Наверное, в вашем сердце крест, поэтому здесь, в зале, нет креста. Но люди ставят крест, но в сердце нет креста. Креста, где умер Иисус. Крест, где мои грехи омыты. Там, где мои наказания получены, где омыты мои грехи. Омыты мои грехи. Омыты. Может быть, кто-то из вас называет себя грешником до сих пор? Я сегодня вам говорю. Человек, который болел 38 лет, он знает, что не может ходить. Но Иисус сказал, возьми посель твою и ходи. До сих пор он следовал за своими мыслями. Но что было хорошего, когда следовал за своими мыслями? Теперь я поверю его словам. Я хочу послушать его. Когда он с таким сердцем слушал, «Ой, я смог встать! Я смог встать! Я могу ходить! Я хожу!» Я каждый день вижу подобное деяние. Я счастлив, что я проповедую Евангелие. Многие люди работают вместе с нами. Я часто хочу ездить в США. В прошлом году мы открыли теологическую школу в режиме онлайн. Правительство дало официальное разрешение. Мы получили разрешение. И сейчас мы проводим теологическую школу. На следующий момент 11 тысяч учащихся. 11 тысяч человек обучаются. Они учатся этому слову. 11 тысяч человек. Если, например, будут работать в 50 штатах и передавать Евангелие, я верю, что изменится в США. И я уверен, что все больше и больше будут учащихся. И мы поменяем США, и Германию, и Бразилию, и Центральную Африку. Я очень благодарен. Во грехе я умирал. Но однажды я поверил в слово из Писания. Долго я считал, что я грешник. Я много воровал. Я обманывал. Поэтому я считал, что я попаду в ад. Однако в Библии Бог сказал, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан. Он сказал, что я оправдан. Если так сказал судья, значит, я оправдан. Ведь судья сказал, что я омыт. Значит, я ни о чем не должен беспокоиться. Это было слово. И когда я поверил, я видел, как Бог действует внутри меня. В следующем году будет ровно 60 лет, как я верю в Иисуса. Я вижу, как весь мир меняется сегодня. Сегодня. Неважно, кем вы являетесь. Неважно, какую жизнь вы вели до сих пор. Оставьте ваши мысли. И соедините ваше сердце с Словом Бога. Тогда вы будете Иисусом, который имеет ваш образ. И многие люди изменятся. Многие пастора изменятся. Многие молодые изменятся. Однако, если не соединить себя с Иисусом, это будет подобно тому, что у вас есть много еды дома. Очень много еды в холодильнике. Но человек умирает от голода. Надо просто открыть и есть. Тогда сможешь выжить. Подобно этому Иисус дал вам спасение. Веруйте в это. Не называйте себя вашим грешником. Если Бог сказал, что вы оправданы, вы оправданы. Спасибо за внимание. Это самое просто. Скulturaiker. Это место. Последствующийstream. Только� athletes. УDelete. Мы желаем 3. Производство. Продолжение следует...